Музыка После гибели пятерых сестер в огне пожара в Астане состоялся стихийный митинг многодетных матерей. Они просят реальных пособий и социальных квартир. У меня сейчас 7 детей со мной. Я на даче живу, как на курятнике. У меня дом холодный. Везде дырки, везде дуют. У меня сейчас ребенок 10-месячный болеет дома. Рынок наркотиков развивается быстрее, чем органы могут на это реагировать. Как уберечь молодежь Центральной Азии от новейших одруманивающих средств? Наркодельцы меняют один компонент. Психотеродное вещество уже не относится к списку запрещенных. В Петропавловске пациенты с хроническими заболеваниями третий месяц не могут получить бесплатные лекарства. Все выделяются деньги. Куда, что девается, я тогда не пойму. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Более сотни многодетных матерей собрались в центре Астаны и обратились к президенту и властям. Женщины потребовали улучшить жилищно-бытовые условия многодетных семей в Казахстане. Стихийная акция прошла на следующий день после похорон пяти погибших дочерей одной семьи. Девочки сгорели заживо во времянке, где и жила семья. По словам собравшихся, митинг спонтанно организовался в соцсетях. Женщины боятся, что подобная трагическая участь может постичь кого-то из них. Светлана Глушкова побывала на митинге. Эта сцена, пожалуй, единственная возможность для многодетных матерей рассказать, как они живут. В домах многих из них нет центрального отопления. Надо топить печку. Пособия на детей более чем низкие. У меня сейчас семь детей со мной. Я на даче живу, как на курятнике. У меня дом холодный. Везде дырки, везде дырки. У меня сейчас ребенок 10-месячный болеет дома. Дома я согреть не могу. Мне люди привозят уголь мешками. Мне покупать не хватает. Я мать-одиночка. Кто мне? Когда мне квартиру? Я 9 лет стою на очереди на квартире. Когда мне квартиру дадут? Многодетная мать Асемер Захметова говорит, пару дней назад она не знала, на что купить хлеб детям. Пошла в магазин просить в долг. На обратном пути на нее напали и избили. Синяк на лице – это последствия того случая. Доход ее семьи, по ее словам, 70 тысяч тенге в месяц. Чуть более 180 долларов. Это социальная помощь от государства на семерых детей. Пусть сама Аким, пусть депутат, пусть министр на этот месяц проживет. Я посмотрю, мы заглаждены. Одна прическа и маникюр. Пусть мы не можем. Мы живем. Наши способны. Многодетные матери подготовили властям целый список требований. Основные из них – выдать их семьям квартиры. Многие из них стоят в очереди на социальное жилье уже долгие годы. Также женщины потребовали обеспечить их детей местами в детских садах с доступной стоимостью. 20 тысяч стоит садик, государственный садик. Ну как на 20 тысяч, когда детям платят по 2 тысячи? Ну где? Где логика? 2 тысячи тенге и 20 тысяч тенге на садик. Женщины уверены, что начать реформы властям надо с увеличения пособия на детей. На одного ребенка многодетной семье нужна сумма прожиточного минимума в месяц. Сегодня в Казахстане это немногим более 29 тысяч тенге. Это 78 долларов. Сейчас на одного ребенка многодетная мать получает в месяц чуть более 2 тысяч тенге. Это 6 долларов. Я оформляю адресную справку, какую-то помощь. Собирают доход моей семьи. Они считают пособие по инвалидности. Пособие по инвалидности не должно считаться доходом семьи. И должны повысить пособие по многодетной семье. Матерей выслушали чиновники местной администрации и Министерства труда и соцзащиты населения. Обещали подумать, как улучшить систему поддержки многодетных семей. Вопрос идет тогда о пособиях, о размерах пособий по многодетным материам, тем, кто имеет много детей. Вот конкретно в данном случае. Вопрос касается адреса социальной помощи. В частности, совершенствуют тех механизмов, которые сейчас были озвучены, что брать в доход. Вот эти вопросы мы в ближайшие дни доведем. Многодетные матери настроены решительно. Дали властям три дня. Дальше, по их словам, они подумают, как поступить. Представители муниципалитета в свою очередь заявили, что раньше 15 февраля ничего сделать точно не смогут. Светлана Глушкова, гонезат Успанов, Настоящее время Азия, Казахстан, Астана. В Актау оправдали мать четверых детей. Айгуля Кбердива обвиняли в призывах к насильственному захвату власти. Ранее на прениях гособвинитель просил для нее пять лет ограничения свободы, но суд посчитал доказательную базу несостоятельной. По версии следствия, Кбердива ознакомилась с программой запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор Казахстана» и стала принимать участие в дискуссиях на всех онлайн-площадках движения. Уголовное дело на женщину завели после публикации нескольких сообщений в телеграм-чате «Активист ДВК», в которых правоохранительные органы узрели призывы к свержению действующей власти. Судом было принято, также вынесено постановление в адрес прокуратуры и следствия за нарушения, которые были допущены данным органам при проведении досудебного расследования. В действительности я считаю, что в данном деле суд разобрался, потому что доказательственная база по обвинению, она не выдерживает никакой критики. В действительности полностью ни одним документом, ни одним документом из материалов дела вина Айгольд не доказана. И суд, полагаясь на закон, полагаясь на свою совесть, принял единственное правильное решение. Сама Айгуляк Бердеева не ожидала оправдательного приговора, хотя и допускала, что ее могут приговорить к условному наказанию. Она также, как и ее супруг, не считает себя виновной. Теперь Айгуль намерена бороться за свободу своего супруга, Аблуваса Джумаева, которого в сентябре прошлого года приговорили к трем годам реального срока по аналогичному обвинению. Если честно, я сегодня не ожидала такого справедливого решения. В этом уголовном деле действительно нет состава преступления. Мой адвокат Жанара Сундит-Калиева доказал это. Естественно, я буду дальше бороться за своего мужа, потому что мой муж, мой супруг ни в чем не виновен. Отступление по всем фронтам. Международная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире-2019». Исследователи отмечают, что вот уже 13-й год подряд большинство стран мира отступают от демократических принципов. Акрам Абдукахор изучил отчет. Оценка каждой страны строится на данных о реальных правах и свободах ее граждан. Каждое отдельное государство оценивается по критериям, которые заложены во всеобщей декларации прав человека. Исследователи Freedom House отмечают, что с 2006 года в 116 странах наблюдается ухудшение ситуации со свободой и только в 63-х просматривается положительная динамика. В снижении уровня демократии во всем мире эксперты видят связь с ситуацией вокруг различных свобод в США. В этом году США попали под жесткую критику авторов доклада. За последние 10 лет главный защитник демократических свобод все дальше отходит от принципов свободного мира, утверждают эксперты. С 2009 года страна ухудшила свою позицию на 8 пунктов и получила 86 баллов из возможных 100. По мнению исследователей, ухудшение ситуации с демократией в США непосредственно влияет на весь остальной мир. В то же время в качестве основных противников свободы и демократии в мире правозащитники назвали Россию и Китай. По их мнению, автократические режимы в Москве и Пекине считают необходимым для сохранения власти, подавлять в своих странах открытые дебаты и преследовать диссидентов. В этом году доклад Freedom House охватил 195 стран. В докладе они делятся на три группы – свободные, частично свободные и несвободные. Из этого числа только 86 стран названы свободными. В Центрально-Азиатском регионе наилучшую оценку снова получил Кыргызстан. Республика оказалась в группе частично свободных стран. Кыргызстану дали 38 баллов из возможных 100. За год страна улучшила свою позицию в рейтинге на один пункт. Следом идет Казахстан с 22 баллами. Этот показатель причислил страну к группе несвободных стран. За год оценка экспертов в отношении Казахстана никак не изменилась. А вот ситуация в трех остальных странах региона хуже некуда. Они попали в десятку наихудших в группе несвободных стран, где помимо Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана находятся Сирия, Южный Судан, Эритрея, Северная Корея, Центрально-Африканская республика и Ливия. Таджикистан с Туркменистаном за год потеряли по два пункта. У первого 9 баллов из 100 возможных, а у второго всего 2 балла. В прошлом году у этих республик было по 11,4 балла соответственно. Авторы доклада называют Таджикистан семейной клиптократией, а Туркменистан нефтяной клиптократией. Узбекистан по сравнению с прошлым годом улучшил свою позицию на два пункта и получил 9 баллов. Freedom House отмечает шаги президента Мирзиёева, освобождение политических заключенных и снятие ряда ограничений для гражданского сообщества. Тем не менее, страна, по мнению исследователей, остается закрытым полицейским государством. Более развернутые данные по трем самым репрессивным странам Центральной Азии Freedom House обещают опубликовать в ближайшее время. Дыры в бюджете. В прошлом году государственная казна Кыргызстана недополучила более 6 миллиардов сомов. Это порядка 86 миллионов долларов. Такие цифры озвучены на заседании Парламентского комитета по бюджету и финансам. В 2018 году доходную часть республиканского бюджета прогнозировали в размере 141,5 миллиардов сомов. Однако по итогам года он составил 135,4 миллиарда. То есть бюджетный план выполнен на 95%. Правительство объясняет это недопоступлением налогов, таможенных платежей и слабой реализацией инвестиционных проектов. Депутаты потребовали выявить ответственных. Как рассказали в налоговой службе, причиной недопоступления в бюджет стало сокращение налоговых платежей от 9 крупных компаний. Не досчитались денег и от НДС. Правительство приняло решение провести аудит исполнения бюджета. Результаты проверки предоставят парламенту до сентября. Чем же может обернуться для экономики Кыргызстана недопоступление в бюджет десятков миллионов долларов? Об этом мы поговорим с нашим экспертом. У нас в гостях специалист по бюджету Назира Терензиева. Здравствуйте, Назира. Здравствуйте. Вообще, насколько часто бывает так, что правительство прогнозирует в бюджет одну сумму, а в итоге получает намного меньше, вот как в нашем случае? Вообще, экономическое прогнозирование – это, конечно, очень сложная тема. Она опирается на целый ряд статистических данных, анализ исполнения прогноза, анализ реальной экономики, экономические модели, математические методы расчетов. И во всех странах бывает так, что план по налогам не выполняется. Но вместе с тем, если мы посмотрим более объективно на ситуацию в Кыргызстане, можно сказать, что при том, что у нас план по налогам не выполнен, у нас происходит рост всех экономических показателей. То есть у нас валовый внутренний продукт по итогам года увеличился на 3,8%. У нас наблюдается рост промышленности, сельского хозяйства, торговли, строительства. И план при этом не выполняется. Хорошо. Я понял. То есть это, в принципе, такая не столь редкая ситуация. Сумма в 6 миллиардов суммах или 86 миллионов долларов в государственном масштабе не очень большая, но не для Кыргызстана. За счет чего правительство будет восполнять вот эту потерю этих средств? Ну, на самом деле, восполнение средств всегда происходит одним путем, то есть урезание расходной части бюджета. И хотя, казалось бы, 6 миллиардов – это не такая большая сумма, но на самом деле, если мы посмотрим, например, на бюджет тех же самых органов местного самоуправления, то если мы возьмем бюджеты Айлок Мюту, всех Айлок Мюту Республики, которых 453, то все их совокупные бюджеты составляют как раз чуть меньше 6 миллиардов сумм. То есть это на самом деле для страны – это большая очень потеря, учитывая в целом, что наш бюджет не такой большой по сравнению с бюджетами других стран, конечно. Ну и вот как раз добавляю к вашим словам, дефицит бюджета по прогнозам составляет 20 миллиардов сумм, а теперь к ним еще прибавили 6 миллиардов. Чем для страны это обернется? Ну, на самом деле, правительство, ориентируясь на то, что план не выполняется, правительство уже своевременно сокращало дефицит бюджета. И сегодня, по предварительным данным, дефицит составит 9-10 миллиардов суммов, что, конечно же, для нашей страны это тоже огромная цифра, поскольку, если мы посмотрим, если бы эти деньги направили на медицину, на образование, сколько реальных благ могли бы получить граждане, которые сейчас их недополучают? Назир, ну, у меня такой еще вопрос. Ну, а кто виноват во всей этой ситуации и кто должен понести наказание? Вот парламент требует найти ответственных. Нужно их находить? Ну, ответственных, конечно, парламент будет искать, будет искать. И резервы у нашей экономики, у наших налогов, они огромные. Все знают, что большинство предпринимателей просто скрывают часть своих доходов, не уплачивают. И поэтому, конечно же, будут приняты какие-то меры по отношению, в первую очередь, к государственной налоговой службе, к другим каким-то ответственным органам, которые допустили вот недовыполнение плана по налогам. А сами депутаты парламента в этой ситуации никакой ответственности не должны? 10 секунд у нас. Ну, депутаты парламента, они могут нести такую политическую ответственность в целом за ситуацию в стране, поскольку правительство подотчетно в первую очередь перед парламентом. Назира, вам большое спасибо за интересную беседу. Всего доброго. До свидания. Центральная Азия в зоне повышенного риска в плане распространения синтетических наркотиков. Таким выводом пришли эксперты по вопросам наркоконтроля. Регион находится в опасном соседстве с основным поставщиком психоактивных веществ в Китае. Производители предлагают быструю доставку, доступные цены и большое разнообразие вариантов получить кайф. Жители нашего региона делают заказы все чаще. Дарья Тимофеева узнала, как этому противостоять. Индустрия синтетических наркотиков развивается более чем стремительно. Раз в неделю в европейских странах появляется новый вид психоактивных веществ. По Центральной Азии данных пока нет, но то, что в регионе растет спрос на новые наркотики, эксперты заявляют уверенно. Известно, что основной поток идет из Китая. Выявить продавцов очень сложно. Еще труднее доказать незаконность психоактивного вещества. Производители постоянно на шаг впереди. В основном наши служебно-розыскные собаки, они приучиваются в основном на опиоидные группы и каннабисные группы. А на синтетические наркотики, к сожалению, служебно-розыскные собаки не приучены. Насчет формулы действительно то же самое, так как и много лет, допустим, наркодельцы меняют один компонент, с которым вещество уже не относится к списку запченым. Воздействие на здоровье синтетических новинок гораздо агрессивнее так называемой классики героины и марихуаны. Но маркетинговые ходы, доступные цены и разнообразие выбора подталкивают молодежь к именно такому опасному способу получить кайф. Действие на человека может быть вообще непредсказуемо, потому что все зависит от того, какие вещества, что составляющие являются, и реакция организма на это. Поэтому, например, скажем, молодая девушка употребила и молодой мужчина совсем не одинаковое действие будет. Разрушительные действия идут со стороны головного мозга. Здесь нарушаются именно когнитивно-поведенческие функции головного мозга. Высокотехнологичные методы производства и способы сбыта. Вся торговля проходит в интернете. Заказ оставляют в обговоренном месте. Если ранее объявления о продаже спайсов появлялись на стенах домов, после череды задержаний продавцы отказались от такой рекламы. Когда изымали их технику, мы, если честно, если так можно сказать, то лахнули, да, допустим, они использовали, допустим, этот, да, водорокоптер, да, поднимали вверх, смотрели, идет слешение, идет слешение. Ихний ноутбук стоимостью, допустим, 2000-3000 долларов, который автоматически, когда заходит в сеть, он начинает, короче, шифровать свой IP-адрес. Зарубежные эксперты уверены, один из наиболее эффективных способов борьбы с наркоторговлей – не только перекрывать поставки, но и всеми силами снижать спрос. Если есть спрос на такие виды наркотиков, если молодые люди ищут их, то они получат их в любой точке мира. Наша цель – сфокусироваться не только на снижении производства, но и уменьшить потребность в этих наркотиках. Прежде всего, необходимо внедрять превентивные меры, информировать людей о рисках принятия наркотиков. Распространению наркотиков в Центральной Азии противостоят не только силовые структуры. Бороться пытаются в прямом смысле всем миром. Несколько лет в регионе действует программа Европейского Союза. Подключает гражданское сообщество, исследователи, медиков, местных и зарубежных экспертов. Смотрите далее в нашей программе. В Петропавловске пациенты с хроническими заболеваниями третий месяц не могут получить бесплатные лекарства. Все выделяются деньги. Куда, что девается, я тогда не пойму. Любой ценой президент Таджикистана дал две недели на спасение двух крупных банков страны – Агроинвестбанка и Таджиксадиротбанка. Поручение Мамали Рахмона должно быть выполнено до 20 февраля. Глава Нацбанка Таджикистана Джамшет Мухаммад Задуа рассказал на пресс-конференции, что глава страны дал указание Кабмину внести конкретные предложения по оздоровлению банков. Глава финансового регулятора отметил, что два проблемных банка выплатили часть задолженности перед вкладчиками, но проблемы еще остаются. Банки не выполнили свои обязательства перед клиентами. При этом он добавил, что главная проблема – несвоевременная продажа имущества двух банков. Нур Мухаммад Зада также опроверг информацию об исчезновении председателя Агроинвестбанка Мурадали Алимардона. Цитата «Он в Таджикистане продолжает свою деятельность». Я отмечу, Агроинвестбанк задолжал своим вкладчикам более 78 миллионов долларов, а Таджик Садзиротбанк – более 53 миллионов долларов. В Петропавловске пациенты с хроническими заболеваниями жалуются на то, что третий месяц не могут получить бесплатные лекарства, которые положены по закону. Медикаменты приходится покупать за свой счет, рассказывает Айнур Алимова. Владимир Бедович, что-то есть? Пока диабет еще не поставляли. Не поставляли? А когда это будет? Я не знаю. Все вопросы зам главного врача, пожалуйста, или к ней идите, или звоните. У 77-летнего Василия Костина сахарный диабет. Третий месяц он не может получить положенные по закону бесплатные лекарства. Покупает препараты за свой счет. Вынужден экономить. С ноября месяца, с ноября и по сегодняшний день практически эти медикаменты не попали. Ну, не важно, какие. Ну, у меня по сахарному диабету. Поэтому приходится, как пенсионерам, идти в аптеки. А в аптеках все можно взять. Только деньги. Но там очень завышенные цены. Буквально вот я взял, буквально флакончик по 3,5 тысячи. Ну, ее хватило на полмесяца, если полную дозу. Полдозы это на месяц можно протянуть. Но это уже сказывается все равно на здоровье. Вот сколько мы обращаемся в поликлинику по вопросу поступления, пока медикаменты не поступили. И когда, неизвестно. Вот, будем говорить, отвечает нам. Девушка, я звоню по поводу лекарств, по диабету. Как можно выписать? Дает мне это лекарство? Зое Откеновой тоже положено бесплатное лекарство. Пенсионерка говорит, что препарат, который ей выписали, стоит 12 тысяч тенге. Скромная пенсия не позволяет покупать лекарства по такой цене. Джетуми, вот я пью, он стоит где-то 11, наверное, 800 где-то. Инвакана пила, а потом мне назначили инвакана, я точно знаю, 11 800. Сегодня я говорю заведующая, а как быть-то? Ну, купите за наличку. Ну, пенсия-то у нас не шибко большая, что вот так, хотя и добавляют, добавляют. Почему не иметь лекарства, вот выделяют? Ну, слышишь, президент выступал наш, говорил, что лекарства все у нас, все, и Акима области как-то говорил, что все выделяются деньги. Куда, что девается, я тогда не пойму. Местные власти утверждают, что не в курсе проблем с обеспечением бесплатными медикаментами. По словам представителя Акимата, все препараты есть в наличии в областной больнице. Ну, именно, что три месяца не получали, такого у нас информации у нас нет. Официально жалуются, что инсулина не хватает, мы находим, кто не хватает, кто обращается, эти вопросы мы решаем. А то, что сидеть дома, у меня три месяца не получают, я таких людей не знаю. В северо-казахстанской области около 78 тысяч пациентов, которые должны получать бесплатные лекарства. В том числе около 70 тысяч больные с сахарным диабетом. По информации местных властей, в прошлом году на обеспечение бесплатными лекарствами выделили из бюджета 5,5 миллиардов тенге. В этом году на 100 миллионов меньше. В Казахстане нередко говорят о нехватке инсулина. В прошлом году Министерство здравоохранения предложило исключить сахарный диабет из списка социально значимых заболеваний. До встречи. Керченский мост скоро упадет. У нас по разведданным, у них нестыковка была моста, когда начали стыковать опоры 2 метра. Взрывы в Крыму. Нам сказали, заткнитесь. Это не ваша территория. Как провайдеры Крыма сотрудничают с ДНР и ЛНР. Вакарчук, бумбокс и каска. В Крыму. Крыму. Крыму.